Половина всех аварий в стране приходится на несколько областей. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев на заседании правительства. При этом ДТП чаще всего происходит из-за плохих дорог и инфраструктуры, отметил он. Между тем, премьер-министр Алихан Смаилов поручил применять самые строгие меры в отношении нетрезвых водителей. Даля Насипова расскажет подробнее. Ежегодно на дорогах Казахстана гибнет порядка 2000 человек. За 15 лет статистика снизилась в два раза. Аварий и жертв стало меньше, но существует закономерность, которую необходимо исправлять, отмечает первый заместитель МВД. Половина всех дорожно-транспортных происшествий приходится на Алматинскую, Жамбулскую, Туркестанскую области и ЖТСУ. Причин тому несколько, говорит чиновник. Плохие дороги, инфраструктура, а также низкая культура вождения. Такому положению дел способствовало снижение требований к автошколам и качеству подготовки водителей. В этой связи МВД внесены поправки в правила приема экзаменов. Процесс сдачи экзаменов теперь отслеживается посредством онлайн-трансляции. Еще одна проблема, пополняющая отрицательную статистику — нелегальные грузоперевозки. Водители межгорода в погоне за деньгами зачастую не спят сутками. Для них планируют ввести ограничения. Теперь не больше восьми часов за рулем. О применении жестких мер в отношении автолюбителей, позволяющих себе управлять машиной, будучи нетрезвым, призывает премьер-министр Алихан Смаилов. По его словам, нарекания на сферу дорожного движения входят в топ-10 жалоб от населения. В справедливой критике в обществе подвергается высокая коррупциогенность процесса сдачи экзаменов на получение прав. Как и прежде, есть серьезные вопросы к качеству проведения технических осмотров автомашин. Даже в населенных пунктах есть участки дорог и улиц без освещения, пешеходных переходов, указателей, ситофоров. Все это приводит к жертвам, в том числе среди детей. С начала года пресечено свыше 5,5 миллионов нарушений правил дорожного движения. Задержано около 15 тысяч пьяных водителей, а право управления лишили 9 тысяч человек.